Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Всем привет! С вами Мария Байсакалова. Не Соколова, а Бай Соколова. Сегодня я представлю вашему вниманию Медиа Репортаж для телеканала КМА. Мы с вами находимся на Казахстан Fashion Week. Стразы или никакого блеска? Смоки Айс или все-таки дневной макияж? Мини или Макси? Красота? Спасет ли мир? Сегодня мы с вами все это узнаем. Поехали! Если для вечера, то, конечно, с макияжем. А вы? Дневной макияж. А почему дневной? Видимо, очень самоуверенно в себе. Я просто не очень отношусь к декоративной косметике. Я хочу пригласить наших жюри. Я думаю, что вам наверняка будет интересно посмотреть эти работы поближе. У вас есть 5 минут для того, чтобы посмотреть эти работы вблизи. Скажите, пожалуйста, смоки Айс или все-таки дневной макияж? Смотря для какого случая и смотря кому. Если мне, то на каждый день, то дневной макияж, а смоки Айс на вечер. Спасибо большое. Еще один вопрос. Красивые направо, умные налево. Вы куда? Ой, я хочу и туда, и туда. Спасибо, удачи вам. Ерланд Айнамевна. Ведмина Альмич Кайфа. Людмила Кир. Василь Зоев. Роман Альмам Калинин, дневная литерская компания Айс Космедик. Санитарный дневник РАА. Больф-производитель праздничного права в Казахстане. Ерланд Альмам Космед. Водка Станк. И вы нам, Молку Векова. Это наши профессиональные отношения, которые сегодня будут оценивать работы вас, наших дорогих хористов-кулусов. Ну и прямо сейчас мы предлагаем познакомиться с работами финалистов. Впервые на Нью-Дженерейшн работа в номинации «Лучший КАЭС-берифик». С макияж или дневной макияж? Что вы выберете? С макияж. А почему? Ну я привыкла, наверное, чтобы было более ярче. Я немножко такая девушка-женщина-вамп. И еще один вопрос. Дневной макияж, можно днем просто прикрыться очками и все. И еще один вопрос. Умные направо, красивые налево. Вы куда? Я не знаю, как мне разорваться. Как вам показ? Что вас зацепило? Мне очень жаль, что вчера первым на открытии я не была. Было много интересов. Но я следила за всем в инстаграме, в прямых эфирах. Я, конечно же, Лешу не прощу. Потому что там, говорят, были детки и бабушки с внуками, с внучками. Так что я могла бы тоже прийти со своим внуком и что-нибудь сделать. А сегодняшний показ я пришла по приглашению Мирель Марат. И как я смеюсь, еду в машине и смеюсь, говорю, а почти клиентка с 20-летним стажем Сергея Шабунина пришла по приглашению и на показ Мирель Марат в наряде от Арунас. Видите, как у меня тройной получился? Я была удивлена. Я не знала о том, что сегодня дебют девушки, дочери нашей прекрасной певицы Жанна Райжанова. Моя желтыш, она меня покорила. Мне очень понравилось. Мне кое-что так понравилось, что я захотела бы это надеть. Да я даже ей сказала, какие вещи. Здорово. И это была молодежная коллекция. Но все знают, что я не хочу стареть. И поэтому я придерживаюсь какой-то такой молодежного направления. Хочу быть с молодежной одной волне. Смоки Айз или дневной макияж? Я выбираю дневной макияж. Это более естественно и подчеркивает свою красоту. Мне очень нравится дневной макияж. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Смоки Айз или все-таки дневной макияж? Смоки Айз. Почему? Смоки Айз всегда выделяет любые глаза. А дневной макияж, если у вас какие-нибудь маленькие глазки, то он вряд ли вас выделит. Смоки Айз или все-таки дневной макияж? Все зависит от человека, от его индивидуальности. Кому-то подходит смоки Айз, а кому-то дневной. Поэтому я не привязываюсь ни к модам, ни к трендам, а именно только смотрю на человека и смотрю, подходит ему смоки Айз или все-таки дневной. А вот себе вы больше любите накладывать смоки Айз или дневной естественный? Дневной. Сейчас я чувствую себя моделью. Хочется чихать. Дорогие девочки, девушки, женщины, бабушки, я одно поняла. Для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно надевать модную одежду, накладывать красивый макияж, ну и выбирать правильный ракурс. Ну что же ты думаешь, чего ты делаешь в этой коллекции? Из бумаги или из камеры? Все-таки из чего? Попробуйте? Да. Вот кто-то говорит из бумаги, кто-то в вашей классе. Есть такие, как говорится, да? Сейчас мы зададим несколько вопросов известному дизайнеру Азамату Саин, который сегодня представил на показе свою коллекцию. Скажите, пожалуйста, Азамат, что вас вдохновляет на создание новой коллекции? Буквально 15 дней тому назад я был участником недели моды Mercedes-Benz Fashion Week России, где презентовал свою клетчатую коллекцию, получается, и подготовили коллекцию неоновую. Если вы знаете, сейчас очень популярные цвета, это кислотно-зеленый, кислотно-лимонный или кислотно-желтый, в народе говорят, например, кислотно-розовые оттенки, они самые популярные. Даже если вы зайдете масс-маркет, это Zara или же другие какие-либо бренды, например, скажем, вы увидите именно вот эти все оттенки, и действительно они популярны. В Москве также и Белла Батемкина, и Григоря, и всемирные крутые дизайнеры. Именно такие, придерживаются последние тенденции, цвета, цветотипы, получается, и так далее. Скажите, пожалуйста, погода за окном влияет на ваше творчество? Нет, абсолютно не влияет. У нас, я вообще родом с Октябрьска, живу в Октябрьске, получается, приехал, у нас тепло, приехал сюда, дожди, здесь дожди, а творчество всегда вам вдохновляет в любой погоде. Вы работаете только с детьми или все-таки со взрослыми? У нас есть и взрослые модельные агентства, и дети. В том году я презентовал на Казахстан фашевики мужскую коллекцию бренда Асайл. Стразы или никакого блеска? Абсолютно никакого блеска. Смоки Айс или дневной мейкап? Дневной мейкап. Смоки Айс или все-таки дневной макияж? А смотря для кого и на какое мероприятие. Вот что любите именно вы? Я люблю дневной макияж. Почему? Хотя сегодня на мне смоки Айс. А почему дневной? Потому что я очень занята на работе, и когда лицо просто чистое и свежее, это всегда выглядит ухоженно. Спасибо большое. И еще один вопрос. Красивые направо, умные налево. Вы куда? Я предпочту идти по центру, чтобы казаться умной и чувствовать себя красивой. Спасибо большое. Удачи вам. А можно услышать ваши пожелания модникам и модницам? Носите, никогда не смотрите на свой возраст. Носите то, что вам нравится, только с одним только условием, если это вам идет. И все. Будьте, как сказать, созвучны со своим внутренним «я». И если внутреннее ваше «я» показывает и говорит о том, что вы не старитесь, то, значит, и не надо снаружи выглядеть на свой возраст. Кто сказал, каким должен быть возраст? Возраст – это календарь, это дата, а душа, она не стареет. И поэтому, что вам ближе, то и надо делать только с одним условием, если это вас не портит, если это вам идет. И все. Скажите, пожалуйста, смоки айс или все-таки дневной макияж? Смоки айс. А почему? Потому что смоки айс для уверенных, он очень яркий, с ним можно экспериментировать. Спасибо. Еще один вопрос. Умные направо, красивые налево. Вы куда? Я прямо. О моде и красоте можно говорить вечно. Чем и занимаются гости сегодняшнего мероприятия. Ну, а я прощаюсь. С вами была Мария Майсакалова. Не Соколова, а Байсакалова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин